Владислав II изгнанник, 30 мая 1159 года, Альтенбург, князь-принцеп из Польши в 1138-1146 годах, князь Кракова, Сандомира, восточной Великой Польши, Куявии, Селезии, князь-принцеп из Поморья, сын Болеслава III, Кривоустого из Бославы, святополковной, дочери великого князя Киевского, святополка II, изяславича, наместник Селезии, возможно еще при жизни отца был его соправителем. В Селезии, во всяком случае, во время конфликта Польши с Чехией и Австрией за наследование Венгерского престола в 1133-1135 годах ему было поручено отстаивать Селезские земли, чем он, впрочем, не очень преуспел, пропустив Чехов до самой реки Адры. Благодаря политическому сближению Польши и Чехии после подписания мира участвовал во встрече в Немче в 1137 году, где стал восприемником Вацлава, новорожденного сына чешского князя Сабеслава. В период 1125-1127 годов женился на Агнесе фон Бабенберг, дочери Марграфа и австрийского Леопольда III, единоутробной сестре будущего императора Конрада III, в дальнейшем тетке императора Фридриха Барбарусы, наследие Болеслава Кривоустова. Согласно завещанию отца, скончавшегося 28 октября 1138 года, известному также как статут Болеслава Кривоустова, Владислав как старший в роду получал синьоратное владение, куда входили восточная Великая Польша, включая Гнезно-Западная Малая Польша с Краковом, Сиратская земля и западная часть Куяви. Он получал контроль над Гданьским поморьем, где правили местные князья и синериальную власть над Западным поморьем. В качестве наследного удела ему доставалась Силезия, поскольку к моменту смерти отца он был уже взрослым мужчиной, женатым и имеющим минимум одного сына. Болеслава Владислав рассчитывал, что жизненный опыт и воинское умение позволят ему, как Болеславу Храброму в 999 году Мешко II и в 1033 году его собственному отцу, снова объединить Польшу, съезд в Ленчице и реакция Владислава. В 1141 году мачеха Владислава Соломея фон Берг и младшие братья созвали съезд магнатов в Ленчице и владении Соломи, не пригласив его съезд принял решение выдать младшую дочь Кривоустова Агнешку за одного из сыновей великого князя Киевского Всеволода Ольговича, чтобы вступить в союз с последним. Однако Владислав принял контрмеры, в результате которых киевский князь не только не пошел на соглашение с Болеславичами, но и выдал через год свою дочь Звениславу за старшего сына князя Принцепса Болеслава Долговязова. Начало борьбы с братьями. Вооруженную борьбу с братьями Владислав начал еще в 1142-1143 годах с помощью союзных русских отрядов. Конфликт обострился вследствие кончины 27 июля 1144 года Соломи и его мачехи. Согласно завещанию ее вдовья доля должна была отойти в синьоратный надел, но братья Владислава, Болеслав Мазовецкий и Мешко воспротивились в этому. От дальнейших событий в разных летописях освещается по-разному. Польский хронист Винцент Кадлубек, неприязненно относящийся к Владиславу, утверждает, что посланные последним отряды были разбиты в 1145 году мазовецким воеводой в Шибором в битве на заболоченном берегу Пелицы, и от полного поражения Владислава спас только подход русских союзников. Однако русская летопись сообщает, что никакого боя не было Игорь Ольгович с братьями, пришедшие на помощь, а по зову Владислава встретились с обоими младшими Болеславичами, которые согласились уступить Владиславу четыре города, а русским город Визна в Мазовии. Так или иначе Владислав присоединил долю Соломи, Ленчицкую землю, к синьоратному наделу и заключил выгодный мир с братьями, но на этом он не успокоился. Дело Петра Власта, тем временем обострялся конфликт Владислава с Полотином Петром Властом, ближайшим соратником его отца и очень влиятельным вельможей. Петр Власт как душеприказчик Кривоустова старался, чтобы завещание последнего соблюдалось, не одобрял притязания князя-принцепса на наделы братьев и старался их помирить. Но на Владислава с другой стороны оказывала нажим его чистолюбивая жена Агнеса. Еще в 1145 году отношения оставались внешне нормальными, коль скоро Власт даже пригласил князя на свадьбу сына. Но в начале следующего года по наущению жены Владислав велел своему дворянину добеку тайно захватить и привезти полотина. Тот был брошен в тюрьму, Агнеса добивалась его смерти, но по приказу Владислава его только ослепили и лишили языка, а потом изгнали из страны. Тот уехал на Русь к родственникам жены. По легенде, позже к нему чудесно вернулись зрения и речь. Поступок с Властом вызвал взрыв возмущения среди польской знати и многие ее представители перешли на сторону младших братьев. Последняя схватка с братьями и побег. В начале 1146 года Владислав II решил окончательно изгнать братьев из их водчин. Поначалу он легко захватил Мазавию, вынудив братьев отступить в укрепленный город Познань, который осадил. Но тут военное счастье ему изменило. В его тылах начали вспыхивать мятежи знати. Силы его противников быстро росли. Поддержала их и церковь. Якуб из Жнина, архиепископ Гнезненский, приехал в лагеря осаждающих и потребовал от Владислава прекратить братоубийственную войну. А после отказа отолучил его от церкви. Наконец удар противников Владислава с тыла, согласованный с волоской осажденных, привел к полному поражению войск князя принца Псей и вынудил его бежать из Польши. Вскоре к нему присоединилась и Агнеса с двумя старшими сыновьями, не сумев удержать краков. Сначала Владислав уехал в Прагу, к своему тезке и свояку, чешскому князю Владислава II, но активной поддержки не нашел и перебрался к Шурину, императору Конраду III. Неудачный поход Конрада III. Приехав в Саксонию, Владислав немедленно принес аммаш Конраду III и стал добиваться от него помощи в возвращении земель. В августе 1146 года Конрад действительно двинулся на Польшу со сравнительно небольшим войском, но из разлива дры и нежелания поляков принимать бой ничего не мог добиться по настоятельному призыву Альбрехта Медведя и Марграфа Конрада. Месинского он вступил в переговоры с Болеславом, но добился только обещания прибегнуть к имперскому арбитражу. Летом 1147 года он отправился во второй крестовый поход и ему стало не до польских дел. Тем не менее он выделил Владиславу для проживания замок Эльтенбург в Тюрингии. Владислав обратился за помощью и к ему, и посланный папой Евгением Тремя в 1148 году легат Гвида действительно потребовал от польских князей вернуть власть бывшему принцепцу и даже отолучил их от церкви из Аткас. Но польская церковь не подчинилась папе в этом вопросе. Польский поход Фридриха Барбаросса и смерть Владислава. Только в августе 1157 года новый германский император Фридрих Барбаросса снова двинулся в поход на Польшу под предлогом восстановления прав Владислава, чья жена приходилась ему теткой. Он подступил к Познане, Болеслав Кудрявый принес ему аммаш, выплатил дань, обязался участвовать в походе в Италию. Но в отношении Владислава ограничился лишь обещаниями прибыть на суд в Магдебург для разбирательства. Верной тактике проволочек Болеслав не спешил выполнять обещанные и Владислав так и скончался 30 мая 1159 года в Альтенбурге, где его и похоронили семья, жена и дети. Период между 1125 и 1127 годом женился на Агнесе фон Бабенберг, дочери Марграфа и австрийского Леопольда III, позже причисленного к лику святых, и Агнесе фон Вайблинген, дочери императора Генриха IV и бывшей жены герцога Фридриха I Швабского. Дети – Болеслав I Долговязый, с 1163 года князь Селезий, Мешко I Плесоногий, с 1163-мя формальный соправитель князя Селезского, а с 1173-мя князь Ратибура, а с 1170-ю семью. Абутома и Освенцима, а с 120-мя – Апельна, с 1210 – Кракова, Конрад Тонконогий, с 1177 – князь Глогова, Альберт, Рыкса, в 1152-м – 1157-м – жена короля Кастилии и Леона Альфонса VII, в 1162-м – 1166-м – жена графа прованского Раймунда Берингера II. Далее, по некоторым утверждениям, жена графа тылузского Раймунда V, по другим – графа Альбрихта II фон Эверштейна.